Приветствую вас! Значит, давайте попробуем разобраться в том, что вы написали. Итак, мне двадцать четыре года, девочке двадцать два. Ну, вероятно, что вы сразу начали с возраста, то есть возраст, он для вас, видимо, имеет серьезное значение. Совершенно очевидно, что у вас есть некая такая, может быть, цель, может быть, у вас есть некий такой план, который вы хотели бы реализовывать, да, например, семью создаться, допустим, может быть, детей, что-то вот такое. Ну, в любом случае, когда человек упоминает свой возраст, это, как правило, означает, что он отношает свое положение по отношению к линии жизни. И вот то, насколько его положение отвечает его претензиям, его целям. Значит, встречаемся уже три года. Интересно, что вы сказали «уже три года». Как будто вы сами понимаете, что это что? Что это много? Что это большой срок для вас, например? Или что? Почему вот здесь у вас уже три года стоят? Из них большая часть живем вместе. Ну, это опять же, наверное, хорошо, что вы живете вместе с девушкой уже три года практически. Наверное, это хорошо, наверное, для вас. Но вопрос здесь в следующем. Вот три года вы с ней живете, да, три года вы с ней вместе. Как насчет, собственно, брака? Почему вы не сделали, например, девушке до сих пор предложение? Вот. Когда сделаете девушке предложение? Собираетесь ли вы ей его делать? И так далее. То есть, вот это вот такой важный момент на самом-то деле. Вы понимаете? Потому что, ну вот, если девушка, например, не видит от вас какой-то вот адекватной активности, да, то есть вот она с вами уже несколько лет живет вместе. Именно несколько лет живет с вами вместе. Вот. И вполне вероятно, что она уже хочет чего-то большего. Вполне вероятно, что она хочет дать, чтобы вы наконец-то, может быть, сделали ей все-таки предложение. Вот. Ну, по крайней мере, так это видится мне. То есть, не очень понятно, почему вы, живя так долго с девушкой, не сделали ей предложение. Но при этом вы же сами, скорее всего, считаете, что она вам, ну, она вам, возможно, должна. То есть, она должна быть для вас, там, ну, например, женой обязательно, да, она должна быть вам, там, путницей жизни, партнером и так далее. Вот. То есть, здесь такой вопрос, насколько, насколько то, что вы, вот, делаете, насколько то, что вы осуществляете с ней, соответствует, например, тому, что хочет она. А на мой взгляд, это вот, ну, такой достаточно важный момент, там, момент. Далее. Значит, 9 месяцев назад она сказала, что предстала хотеть меня. Потом через какое-то время мы практически расстались. Из-за того, что ей надоела рутина, и я не уделял ей дойного внимания. Значит, так. 9-9 месяцев назад она сказала, что предстала хотеть меня. А что произошло? То есть, вот, она просто внезапно однажды вам сказала, что перестала вас хотеть? Или, может быть, все-таки что-то произошло? Какие-то события, какие-то, может быть, проблемы были между вами? Могут все-таки какие-то, ну, трудности все? Или что она просто вот так вот внезапно сказала вам, что перестала хотеть? И как вы на это реагировали? И чем она это объяснила? То, что перестала вас хотеть? Далее, значит, потом мы расстались, значит, из-за того, что ей надоела рутина. И я не предпринимал никаких действий по ее словам. Хотя я самостоятельно оплашу за жилье, даю ей деньги на расходы, и от нее прошу только чистоты в доме. Ну, вы знаете, платить за жилье и давать ей деньги – это не внимание, которого обычно хочет женщина. То есть, то, что делаете вы – это некие такие, знаете, обязанности, скорее. Это не внимание, потому что женщина, она внимание воспринимает как немножко другое, как романтику, как какие-то сюрпризы, может быть, как некие подарки. Вот так женщина воспринимает внимание. То, что делаете вы – это, скорее, некие такие обязанности, что ли, обязательства, которые вы взяли на себя сами. И то, что вы даете ей деньги, она воспринимает как, ну, может быть, своего рода «откуп». То есть, вы от нее, как бы, откупаетесь таким образом. Я понимаю, что это не так на самом деле, я понимаю, что это неправда. Но и вы, то есть, давайте понять, что у вас не совсем правильное вот это вот понимание того, что вы делаете. То есть, то, что вы делаете – это просто, ну, это просто обязательства, это просто обязанности какие-то и не более того. И уж это совершенно точно не позволяет девушке чувствовать себя, там, нужной и так далее. Вот. Потом я серьезно заболел, и это нас снова сблизило, помирились, сказал, что сделаю все возможное для нее, сам изменюсь. А вы, хорошо, вот вы сказали, что вы изменитесь, а вот в какую сторону вы меняться вообще хотели? Что именно вы в себе менять собирались? Что именно вы считали неправильным в своем поведении и почему? Ведь вы написали о том, что делали все, что нужно по вашему мнению. Вы написали о том, что вроде бы все обязательства свои выполняли. Так, а в чем меняться тогда? В чем перемены должны быть? Значит, все начало налаживаться, интим стал регулярно происходить практически как и раньше. Через месяца-два она начала общаться со знакомым и в итоге общения в течение два месяца я узнал, что она с ним целовалась. Значит, ну, здесь вы, опять же, не совсем понятно, предваряли ли вы в жизни изменения, о которых сами не сказали. Понимаете ли вы, что то, что вы заболели, проблему не решило. То есть, вот, изначальная проблема, которая была, что девушка не чувствовала себя с вами, например, женщиной и так далее, да, она эта проблема никуда не делась. И вы не сказали, что вы что-то делали для того, чтобы это изменить. И, исходя из этого, я могу предположить, что, в общем-то, все проблемы остались. У девушки все проблемы остались. И в этом контексте, я полагаю, вы не будете спорить с тем, что довольно закономерно выглядит тот факт, что она стала общаться с другим мужчиной. Ведь ее неудовлетворенность-то она осталась. Ее неудовлетворенность-то она ведь никуда не делась. И вот получается так, что она начала общаться с другим мужчиной и, в частности, даже, значит, с ним целовалась. Да, неприятно, согласен, но вы еще и не мучаете нас, чтобы вам было неприятно подобно. То есть я понимаю, что вы чувствуете, что доверие между вами пощапнулось. Так это доверие пощапнулось еще раз. Просто вы заболели, и это не позволило, не позволило этому недоверию реализоваться вот так. Но, как только стало все нормально, она опять начала смотреть в сторону того, что ей нужно. Вот, а она сказала, что хотела себе разобраться в чувствах ко мне. Спросила, смогу ли я ее простить. Хотя особой вины не чувствую. Ну, понимает, понимает, что, в общем-то, она не сделала ничего дурного и даже измены не было, а просто целовалась с ним и все. То есть, хотела почувствовать, каково это с другим мужчиной, да, ведь она с вами три года. То есть она 19 лет с вами в отношения выступила и, в общем-то, вполне возможно, что вы у нее были первые. И она не знала, как по-другому, как с другими. Хочела посмотреть, сравнить, проверить. Вчетом того, что у вас наметился определенный кризис в отношениях, да, это вполне нормальная реакция и нормальное поведение. Вины ей чувствовать, ну, действительно, наверное, не зашло. Ну, кроме только Давыда, она, наверное, не подумала в этот момент о вас. С другой стороны, она уже сказала, что перестала охотить вас, а через такое уже практически рассталась. То есть, переводник Мадурочка был более чем. Далее, значит, сразу перестала общаться с ним, говорить, что я ей очень дорог, проявляю заботу, но она не знает, какие чувства у нее ко мне. Ну, она сомневается, опять же, потому что, вероятно, не видит будущего. То есть, она сейчас возрослела немножечко, она уже стала приобретать черты взрослого человека и пытается ввесить то, насколько вы ей подходите. И я думаю, что сейчас много на их статус, если вы будете для нее делать все, то нужно ухаживать, там, показывать ей, что она под вашей защитой, обеспечивать ее и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что она будет слабая, но при этом нужно учитывать ее желание, учитывать то, чего она хочет для себя. Значит, на этом все повторится, хотя сама хотела бы быть со мной, но боится, чтобы все повторится. А что именно повторится? Ее неудовлетворенность? Ну, так правильно все повторится, если ничего не менять. Если ничего не менять и если ничего не предпринимать, то все действительно повторится. Для того, чтобы не повторилось, нужно, чтобы вы свое поведение изменили, чтобы вы как хотели сами измениться, так и менялись. С другой стороны, она явно еще не готова нести ответственность за себя и за семью, и, возможно, по ее мнению, что это серьезное строит еще рано. Потому что она, ну, явно вот, ну, не понимает, чего хочет. Что-то она вроде бы и с вами не расстается, но в то же время и с другим общается, и целуется, и боится, что может это повторится. То есть у нее нет какой-то четкой позиции, а без четкой позиции нельзя создавать семью. Поэтому я думаю, что вам нужно сейчас дать ей то, что она хочет, отвечать всем ее желаниям, и потом посмотреть, посмотреть, будет она с вами или нет. То есть если будет, значит она действительно с вами хочет быть. Если нет, ну, значит у нее к вам не столько чувства, сколько привязанности, она всегда будет смотреть на других мужчин, опять же. Ну, вот, сам люблю ее. Как вы понимаете любовь, что для вас любовь? А что быть с ней? Для чего? Ну, не знаю, как вынуть доверие. Чье доверие? Ее или ваше? Стоит ли держаться за эти отношения? Держаться за отношения в любом случае не стоит, если оба человека не нацелены друг на друга. Это же видно, что ваша девочка, она не удовлетворена. Либо вы ей даете то, что ей нужно, удовлетворяете ее потребности, либо нет, либо вырастаете. Можно ли в данном случае что-то сделать? Ну, я вам в принципе уже об этом сказал. Я сам очень боюсь строить новые отношения, мне довольно сложно знакомиться с девушками. Ну, вот, то, что вы боитесь строить новые отношения, это говорит о том, что эта девушка для вас, она чрезмерно важна. И это, если честно, очень плохо коррелирует с тем, что вы ее любите. То есть получается, что вы хотите быть с ней только потому, что боитесь строить новые отношения. А если бы не боялись строить новые отношения, как бы вы воспринимали ее? А если бы вам было легко знакомиться с девушками, как бы вы воспринимали ее? И почему вам тяжело знакомиться с девушками, и почему тяжело строить новые отношения? Почему вы боитесь, что это страшно для вас? Я думаю, что начинать нужно с анализа вот этих вещей, последних двух строчек, которые вы написали, чтобы не было страхов и не было сложности, потому что вы пока не свободны. И пока вы не свободны, вы не можете находиться в достойной для себя позиции по отношению к девушке, и не можете адекватно отвечать за свой выбор. Понимаете? Сперва убрать страх, потом разобраться, почему сложно знакомиться с девушками и пронавинировать это, проработать это, а дальше уже исходя из вот этих моментов, скорректировать свое отношение, свое отношение с девушкой. И вот тогда уже будет куда более яснее, какое у вас будущее. Будущее будет как бы более определено. Будущее будет более определено. Вот. Что еще сказать? Значит, как вернуть доверие? Понять, для чего девушка с ним целовалась. Чего она хотела, какую цель преследовала, и так далее. Вот это вот важно. То есть не обращать внимание на действие, на результат, а смотреть именно на то, что за этим стоит. Смотреть именно на то, что стоит за поцелуем. Какие мотивы, какие желания, какие у нее проблемы. Почему она хотела разобраться в себе? Разобраться ли с той чувством? Если не понимаете, что чувствует, может быть, имеет смысл вам пожить отдельно и просто повстречаться. Это вот тоже такой важный момент. Если вы будете просто встречаться, возможно, на нее это не будет так давить. Ей будет легче понять, что же она к вам чувствует. А вы? Вы боитесь ее потерять? Вы боитесь быть один? Вы боитесь одинодичства? Насколько вы проектируете на себя то, что происходит с вашей девушкой? Вы знаете, мне кажется, что вы не уверены в себе. И вот это ваше неуверение в себе мешает вам выстраивать именно адекватные отношения с вашим партнером. То есть вы не уверены в себе, и из-за этого близко к сердцу вы принимаете то, что происходит. Ну, сломался она с ним. Ну и что вы еще не мусите нам, понимаете? По сути, вы другу чужие люди. И если вы чужие люди, так, может быть, и стоит относиться к ней, конечно, не как к чужой, но и не как к тому, кто вам что-то должен. А если вам некомфортно, если вам плохо, если вам больно, то это означает, что это ваши проблемы. Как вот то, что вы боитесь строить новые отношения. Понимаете, как это звучит? Что я боюсь строить новые отношения, и именно потому, что я боюсь строить новые отношения, у меня это девушка. И я придерживаюсь за эти отношения, потому что новые, я боюсь строить, мне тяжело наклониться с девушками. Это получается, что она для вас, как бы, единственный выход, единственный шанс. Это неправильно. Это неуважительно по отношению к ней и унизительно по отношению к вам. Задумайтесь об этом, насколько вы свободны в отношениях с ней, что вам медвежит и для чего вы хотите с ней быть. Для чего? В какой цели? Я думаю, что нельзя быть в отношениях боясь чего-то и нельзя быть в отношениях, будучи не свободным в выборе. Поэтому, исходя из этого, я думаю, что прежде чем решать, что делать дальше, сперва проанализировать нужны эти два момента, а потом, исходя из обновленной вашей позиции, уже думать как-то подальше. Ну и очевидно, что нужно подкорректировать вам свое поведение по отношению к девочке, чтобы делать не то, что вы считаете нужным, а делать то, что хочет она и как хочет она. Потому что все-таки ее потребности, они нуждаются в удовлетворении, либо во внимании, либо в ощущении себя как женщины. И непонятно, были ли какие-то изменения с вашей стороны. Именно вот изменения с вашей стороны как таковые, о которых вы сами говорите. Потому что вполне вероятно, что вы ей пообещали изменения, а потом вы выздоровели и изменения не произошло. Если так, то в этом нет ничего хорошего, опять-таки, для вас. Ну и для нее тоже. И определитесь насчет будущего. Вы уже довольно много времени вместе, живете вместе. Либо делаете предложение, либо что. Потому что для девочек это важно. Особенно если она с вами спит, у нее есть с вами интим, она уже хочет, чтобы вы были ее мужем. А вы до сих пор предложения ей не делаете, и это заставляет ее сомневаться в определенности, сомневаться в своей дешеченности. Ведь вы, по сути, ей так ничего не должны. А вдруг вы не считаете ее достойной женой, например. Это тоже может провоцировать девушку на такие поступки. Вот. Так что подумайте, как вы видите ее отражение, и подумайте о том, что доверие-то оно, по сути, не было прервано. Ну, поцеловался она с ним. Ну, и что? Общаться она с ним прекратила. А куда важнее то, что она хочет, и то, что вы хотите вы. И что мешает вам быть со самим собой. И что определило ваш выбор быть с ней. Вот что важнее гораздо. Об этом, пожалуйста, подумайте. Подумайте. Ну, и я думаю, что для наработки неверности в себе и выстраивания более такой четкой позиции для возможности знакомиться с девочками, вам нужно выбрать эксперта и поработать с ним на эту тему, потому что в рамках одного ответа на вопрос такие проблемы не решаются. Вот. Что касается доверия, то доверие восстанавливается очень быстро, если человек объясняет, почему он это сделал. И если вы понимаете его мотивы и пытаетесь удовлетворить именно его желание, а не воспринимаете то, что он сделал на свой счет. Особенно, если это произошло один раз. То есть, нет, можно, конечно, сказать, что вам неприятно, можно, там, несколько, ну, какое-то время вести себя отчерденно, потому что вам неприятно, надо надо сказать. Вот. Но, вот, свечет вам важная ситуация, свечет вам потому, что вы не женаты, и свечет вам домой-то уже довольно давно. Видите? Я думаю, что затягивать с таким поведением не стоит. Потому что девушка еще больше будет сомневаться в вас, и сомневаясь в вас, она все больше и больше увеличивает свои шансы быть не с вами, а с другим. Тем, кто даст ей то, что ей нужно. И, я думаю, что не нужно ждать, что она вам расскажет, что что ей нужно. Она вам и так говорит, что ей не хватает внимания. Вот. Вопрос в том, готовы ли вы работать над собой, в первую очередь, и над более полным удовлетворением желания. Желание девушки. Но, первый вопрос, почему вы с ней? Для чего вы с ней? Именно себе на этот вопрос постарайтесь ответить. Он очень важен. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы или что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.